Всем привет, друзья! Вы на канале Zboyko, рада вас видеть тут, и сегодня я буду показывать вам свой ежедневный макияж, который вы сейчас видите на мне. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чайок, или же наливайте холодный лимонад, потому что в такую жару только его и пить, и мы приступаем. Так, я помыла голову недавно, но я хочу, чтобы она высохла сама, поэтому сейчас закалываем волосы, чтобы они нам не мешали. И... красиво уже. Самое главное, это хорошо подготовить кожу перед макияжем, перед нанесением тональника, поэтому мне в этом помогает такая вот сыворотка от Essence. Небольшая предыстория про эту сыворотку, я хотела найти какую-то базу под макияж, и в тиктоке как раз начало верюситься от этого сыворотка от Essence, вообще в разных ее проявлениях, разных запахов, с разными свойствами, но вот за факт именно вот такая вот сыворотка, именно от Essence. И у меня в городе появился Essence, поэтому я решила попробовать купить, и мне она очень-очень понравилась, макияж ложится хорошо, она очень вкусно пахнет, и поэтому она увлажняет лицо. Даже после меня, по моим советам, купила себе ее мама, и тоже пользуется довольно. Она двухфазная, поэтому, вот видите, здесь немножко темнеет, здесь немножко светлее, поэтому ее нужно вот так вот немножечко сбить, и буквально капельки хватает, чтобы хватило на все лицо. Я немножечко на щечки, и на лодок, и хорошенечко втираю во все лицо ее. Она безумно вкусно пахнет персиком, я человек, который не любит персики, вообще ни запаха, ни вкуса, и мне никогда не нравились там всякие духи с персиком, помады с персиком, а здесь именно очень сильно понравился запах с первого нюха, так сказать, и даю немножечко времени ей впитаться. И сразу же подготавливаю губы, просто обычным бальзамчиком мажу, у меня от Нилэ. Немножечко совсем нанесла, чтобы губы уже были увлажненные, когда бы наносить блеск на них. Первым делом я укладываю брови гелем, у меня вот такой вот от Lamelle. Почему сначала бровь, потому что если я наношу сначала тональник, а потом гель, весь тональник остается на бровях. Поэтому сначала бровь. Чем мне нравится воск, тем, что он хорошо держит и укладывает так, как мне надо. Потому что гель для бровей я еще не нашла, так сказать, свой, а с воском мне повезло. Но я еще в поисках идеального геля. Я беру немножечко на щеточку и вот так вот поднимаю, как мне нужно. Думаю, уже разница видна. Мне нравится, когда я немножечко приподнято вверх, каждому по-своему. Поэтому если кому-то не нравится, то вы делайте так, как нравится вам. Так, все, брови готовы. Можно переходить уже к нанесению тонального. Тональник у меня от Eveline, либо Evelyn. Все называют по-разному, поэтому, как правильно я не знаю. Для меня это всегда была Evelyn. Кстати, очень вкусно пахнет. Здесь масло чайного дерева есть и экстра зеленого чая. Этот тональник имеет среднее перекрытие. Ну, в принципе, мне достаточно. Я не люблю прям такие мега плотные тональники, которые выглядят, как маска на лице. А этот мне прям так понравился, поэтому с удовольствием им пользуюсь. А вообще на лето на повседневную основу предпочитали бы библи-крем. У меня тоже есть от Essence. Сейчас покажу вам его. Вот такой библи-крем от Essence у меня есть. Он прям мега-мега легенький. Либо же вообще ничем не мазаться. Просто наношу сыворотку и выхожу из дома. Мне кажется, что я слишком много выдавила. Я сначала, да, я наношу на лицо. Я так привыкла делать. Мне... Из-за того, что я наношу спонжиком, а не кистью, мне удобнее сначала нанести на лицо, а затем уже размазывать. И теперь хорошенечко прохожусь. Спонжик у меня немножко влажный. Мне нравится вот таким немножечко влажноватым размазывать. Так, ну что, я уже нанесла данайник. И так вот теперь у меня улетит лицо. Следующим делом я наношу пудру. Раньше я как-то этот этап пропускала. Я не пользовалась особо пудрами. Но у меня лицо склонно к жирному блеску, поэтому... Опять же таки, под влиянием тиктока увидела такую вот Эверин пудру за бананом. Очень вкусно пахнет. И решила заказать себе ее попробовать. Мне она очень понравилась. Наношу я ее такой большой кисточкой. Мне удобно. Беру вот так вот. И наношу сюда. Так вот закрепляю. Сюда наношу. И немножечко лобика. Блин, как что теперь вкусно пахнет. Я просто обожаю эту пудру чисто из-за запаха. Готова ей пользоваться каждый день, лишь бы нюхать этот прекрасный запах. Следующий этап. Это моя новиночка. Вот такие вот румяшки. Жидкие от Lamelle в 401 оттенке. У меня никогда для этого не было жидких румян. И когда я увидела эти, этот цвет мне прям очень понравился. Он такой нежненький. Вот прям по-летнему, знаете. Единственный минус, когда он стоит у меня вот так вот, он течет, видите. Поэтому, походу, нужно его ставить, наверное, вот так вот, чтобы он не протекал. Наношу буквально капельку, потому что он очень хорошо пигментирован, чтобы не переборщить, чтобы себя не сделать клоуном вместо аккуратных розовых щечек. Поэтому вот так вот, капелька сюда и капельку сюда. Я лучше потом добавлю, чем переборщу. Теперь беру сначала кисточку и немножко растушевываю. Вот видите, какие они пигментированные. Сначала прохожу чуть кисточкой и затем спонжиком немножечко забираю лишнее. Видите, как кисточка глазами-то получается. Мне прям очень нравится. Я, как тем летом, любилась румяна. До сих пор моя любовь к ним не угасла, так сказать. Вот если бы сказали мне, там, условно, какие бы продукты ставила, пустя в косметичке, если бы, там, выбрать, условно, там, 3, 4, 5 румяна точно были бы в этом списке. Со второй тоже самое. И остатками немножко по носику прохожусь. И немножечко на лоб. Далее наношу контур. У меня сухой контур. Очень хочу пробовать жидкий контур, но не знаю, какой взять. На все контуры разная реакция у людей, разные отзывы. Поэтому все еще решаюсь и думаю, какой бы побывать. И вот так вот под румяшки наношу контур. И тоже немножечко прохожусь в зоне, где лоб находится. И немножечко подбородок. Буквально тоже остатками, особо не набирая. Я врезала ногтем. Контур. Ладно. Ничего страшного. Я уже так потихонечку подхожу к концу. Осталось буквально чуть-чуть. И следующее, что наношу, это тени. Я их когда увидела, чтобы вы понимали, я три раза заходила в магазин, смотрела на них и не брала. И на четвертый я все-таки думаю, блин, ну если я хожу, если я смотрю на них, значит они мне нужны. Это просто подход, который я не могла пройти стороной. Я каждый раз, когда захожу, я иду именно к нему и смотрю, думаю, то блин, почему бы не взять? Если меня к нему тянет, то нужно брать. В общем, я делаю подложку из консилера такого, потому что он мне не подошел, он светлый. Но для подложки теней он очень хорошо подходит, так как тени держатся у меня весь день. Буквально я так вот две точки наношу. И теперь растушевываю. У меня такой маленький спонжик есть. Я его как раз обычно для консилера использую. И теперь беру эти тенюшки и, знаете, такая щеточка, как у помады какой-то. Наношу тоже буквально точку сюда и точку сюда. Они, кстати, холодные, очень приятно в такую жару наносить их на глаз. И теперь пальчиком растушевываю. И вот так вот оно красиво блестит. Такое аккуратненькое золотое сияние. Летом под солнцем это прям муа. Валя, вот такие вот блестяшечки. Мне очень-очень нравится. Я довольна этими тенюшками. Наверное, мои самые любимые пока что, которые у меня есть. Не отходим от темы блестков, а переходим к хайлайтеру. У меня такой сухой хайлайтер, который никогда, походу, не закончится. Наношу на уголочке глаз. Не, это неплохо, то, что никогда не закончится будет хорошо. Мне он очень нравится. У него такое нежное сияние. Но просто, мне кажется, эти сухие продукты, они просто бесконечные. Немножечко под бровь. Теперь пальчиком наношу на кончик носа и поднимаюсь так вот вверх. То же самое, немножечко на щечки, куда я наносила румяшки. И на уголочек сверху губы. Сияю. Я почти на финишной прямой уже. Осталось тушь и губы. Тушь у меня от Maybelline. Эта тушь очень давно вирусится в YouTube, в TikTok, в Instagram. Все расхвалят тушью Maybelline. И я ее безумно хотела попробовать. И мне вот на Новый год ее подарили. И я довольна ей. Тушь, которая держится весь день, не осыпается, не скатывается, никак не оставляет никаких пятен. При этом она хорошо удлиняет. У меня, конечно, и так сами по себе длинные ресницы. Скромные. Не, ну, это так, да. Но с этой тушью вообще прям муа. Как я крашу? Я сначала прокрашиваю закрытые глаза вот так вот. Сверху вниз. И затем, когда еще подкрасила, уже беру отсюда и прохожусь снизу вверх. Видите, какой эффект получается? Думаю, разницу видно между глазами. И затем еще наношу сразу же второй слой. Я обожаю эффект кукольных ресниц, когда ресницы прям вот такие вот. 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 И теперь прокрашиваю еще нижние ресницы. Остатки с кисточки убираю, чтобы никаких пятен себе случайно не выставить. И вот так вот аккуратненько прокрашиваю. Вот такие вот глазки у меня получились. И остался последний штрих. Последний шаг. Это губы. Те, кто меня уже смотрит какое-то время, то знают, что я обожаю блески для губ. Особенно от этой вот коллекции Lift Gloss от Maybelline. 003 это мой самый любимый оттенок. И именно сегодня я хочу им накрасить губы. Кто-то именно знает, это тот самый блеск, который я буду повторять и покупать в дальнейшем. Такая удобная большая щеточка. Очень вкусно, сладенько пахнут. И наношу так вот на губы. Нижнюю прокрашиваю. И натирую верхнюю. Все. Сегодня я такая блестяшечка. Сияшечка. Вот такой вот конечный результат. Еще к этому макияжу, когда я не в футболке, а в более открытой одежде. Там в топиках, в маечках. Я наношу вот такие вот блесточки для тела. Не знаю, что за фирма. Уже очень-очень много лет. Именно они не заканчиваются никак. Имеют такое приятное, красивое сияние. Во, вроде как видно, да? Ну, в общем, вот такое приятное сияние имеет. Не знаю, если они не видно, то поверьте на злого. Но солнце это прям мега-мега красиво. И они очень вкусненько, сладенько пахнут. В общем, вот такой вот результат у меня получился. Пишите, как вам результат. Мне будет очень интересно посчитать. В общем, не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. Для меня это очень-очень важно. Также у меня появился мой телеграм-канал. Оставляю все ссылки на другие социальные сети. Такие как инстаграм и тикток в описании. Поэтому переходите, подписывайтесь. Я там вам часто отвечаю на комментарии, на сообщения. Поэтому буду рада видеть. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok